Добрый день. Приветствую. В эфире передача «Под мостом» и у нас номер про жизнь ресторана. А ни один ресторан не может обойтись без ресторанных критиков. И вот сегодня у нас в гостях Михаил Лопатин, всемирно известный анонимный критик. Автор проекта «Инсайдер Москву», который пропесочивает в хвост и в гриву московские и не только московские рестораны. Но иногда и хвалит. Бывает такое дело, да. А в последнее время все чаще и чаще. А ты знаешь, мы наконец решили доделать все наши заявленные 89 ресторанов. И среди них, по каким-то недоразумению, появилось действительно много хороших. Поэтому сейчас у нас такая волна позитива. Но ты не волнуйся. Это ненадолго, да? Это ненадолго. Поскольку, Михаил, ты вообще ешь не в ресторанах? Ты знаешь, слушай, честно тебе скажу, это самое, наверное, самое лучшее, что со мной случается за неделю, когда я готовлю себе сам. Ты готовишь себе сам еще? Да, раз в неделю, по воскресеньям, как правило. То есть что-то я вот вожусь как бы с какими-то, даже с вашими какими-то книжками, а с Зиминскими тоже бывает. Глаз. Знаешь, вот в финале, ну она сказала, что нет, три ресторана за день где-то для меня слишком много, как бы я столько-столько не могу. Но написал я ей ночью уже как бы в гостинице, говорю, понимаете, Татьяна Никищина, в этой работе больше всего болит не желудок, как вы уже догадались, а голова. Да, потому что есть все эти экзорцизмы, это иногда просто... Экзорцизмы. Ну, короче говоря, мы решили устроить Михаилу детокс после того, три ресторана в день, это такая норма у Михаила. Ну, в среднем так выходит. В среднем, да. Детокс, и поэтому мы сегодня будем кормить Михаила здоровым питанием. У нас есть отруби, отруби вообще такая штука, которая выводит шлаки из организма на околоземную орбиту. Очень хорошо. Да, семена чиа, энергетический суперфуд и полба. Многие мечтают в Москве дать Михаилу Лопачину полбу. И мы дали. Чтобы у тебя получилось, да? Вот так. Что, вкусно? Насыпь мне немножко чиа. Что? Да. Плохо приготовили, да? Да. Где вы это купили вообще? Где? Надо водой заливать. Ну, ладно, Миша, полбу можешь не есть. Миша. Спасибо, Руслан. Миша, начинайте с отрубей. Да. Сказал. А это десерт. Заботливая хозяйка. Особенно хозяйки. Или с отрубей, да? Вот ты продолжай пока разговор. Михаил вот в один прекрасный момент, в один прекрасный день взял и решил сделать ходьбу по ресторанам своим профессиональным занятиям. А вообще Михаил дизайнер. Да, был дел. Было уже? Все? Знаешь, да. Все-таки, видимо, да. Как я ни пытался, ни брыкался. Ну, назад пути нет. Да, понятно. Как это? Почему вдруг ресторанная критика? В какой-то момент я понял, что... Ты просто не смог в какой-то момент держать это в себе, да? Понимаешь, ну, это был кризис, как бы, у нас просто, фактически, был, так сказать, на грани разорения. Ну, вот, работы не было, появилось много свободного времени. Поскольку я и так целыми днями ходил по ресторанам, ну, то есть, я решил, значит, в шутку, допустим, завести маленький блог, который ты, наверное, видел. Да, да. Ну, такой черненький. Ну, и как-то все, знаешь, так все удачно пошло. Вот. Ну, что потом мой приятель, допустим, предложил, говорит, да давай, говорит, из этого сделаем большую, такую красивую историю. Я посидел, подумал, подумал, а что не рисковать, как бы, да, дать. Неужели в России мало ресторанных критиков, что надо становиться еще одним из них? А вот ты кого читаешь? А я хотел тебя это спросить. Знаешь, ну, наверное... Ресторанная критика, как ты относишься к российской ресторанной критике? Что это вообще такое? Слушай, ну, я никак, как сказать, никак не отношусь, потому что я просто считаю, что у нас ее, в вашем счете, как бы и не было. Ну, она находится в каком-то очень зачаточном состоянии и всегда излишне слащавая и позитивная. Ну, странно, да, то есть все вокруг ругают власть, да, то есть там Собянина, дороги, а с ресторанами почему-то, значит, все замечательно. Не находишь, что нет? Да нет, разная же критика это бывает. Ну, там та же Дарья Цивина далеко не всегда хвалит ресторана. Дарья Цивина, не знаю, обзорваемого гей-ресторана, да, она на следующий день напишет про увлекательную анимацию для одиноких женщин. Смелое заявление. Кстати, я вспомнил историю, я хотел с нее начать, но я ее продолжу. И однажды был на кухне, тогда еще работал ресторан Биф Баф Джуниор, Дима Зотов там был, бренд-шефер, и я вижу там около входа на кухню, со стороны кухни висит такая доска пробковая с портретами ресторанных критиков. Там был Алексей Зимин и Дарья Цивина и все-все-все, и это был дартс, это была мишень для дартса. Да, мне Зотова сказал, что он очень развлекался, как мог. Ну, так смотри, у них некоторые противоречия, у них, значит, висит дартс в виде критиков, а ты говоришь, что все хвалят и хвалят. Там вот, типа, не любят ресторанных критиков на кухню. Хорошо, ты когда последний раз в любом издании, которое у нас существует, которое хоть как-то связано с едой, пусть даже журнал «Вязание», да, чтобы там была негативная рецензивная ресторан? Ну, вот я говорю, коммерсанте, да, рецензивная регулярно там ставят тройки, двойки. А кому? Ну, ресторанам кому-то. Слушай, какая-то редкость, да я уже не читаю там, ну, это же определить очень просто. То есть рестораны критики в России практически нет. Ну, я скажу, что они в общении. Объективные, объективные. Объективные. Ну, если ты скажешь вообще не, тогда ты вычеркиваешь, что они в Москву просто. Не, ну, мы как бы, знаешь, мы как бы в этой ситуации все-таки немного над схваткой, да, потому что мы как бы все-таки независимые рестораны где-то, да. Но мы сами зарабатываем, как бы, да, и сами тратим, и сами решаем, что нам делать. А есть зависимые? А, ну, типы, которые принадлежат изданиям и все таком? Не, ну, хорошо. Я просто, по-моему, не осталось уже ни одного издания, которое тратит деньги на чеки в ресторанах. Кроме вашего, наверное. Нет, афиши тратит, по-моему, да. А вот смотри, скажи, для критика принципиально платить? Я думаю, да. Ну, иначе, как бы, это занятие теряет всякий смысл, ты становишься пиар-агентом. Ну, ты же можешь. Хорошая штука. Хорошая штука, которая понравилась. Да, хорошая штука, да. Был однажды спор на фейсбуке, в которой я ввязался, там вот речь шла как раз, может ли считаться объективным человеком, который не платит за еду в ресторане, а потом пишет о нем. Ну, он же может написать плохо. Может. И должен это сделать, если ему не понравилось. Вот я сейчас был в ресторане большой, над тобой буквально, да, он потратил там 3000 рублей. Сказал козленка, как бы, да, там. И, да, я пришла официантка и спросила, как вам, вам понравилось? Я говорю, в моей жизни были козлы и получше, как бы. И вот сейчас буду делать выводы из этого. Из чего? Из козлятины. Относительно ресторан большой. Такой у меня вопрос тогда. Зачем вообще нужна ресторанам ресторанная критика? А я тебе сейчас расскажу. Знаешь, скорее, даже, может быть, не критика, но зачем нужны рейтинги? А зачем все это происходит? Да. На самом деле, уже такой, вот, возьмем Сан-Пелегрин топ-100 и топ-50, да? Нахрен это надо делать. Ну, по-моему, дело, что Сан-Пелегрин очень хочет продавать свою воду. Но они сейчас уже, как бы, отошли. Да, они, собственно говоря, как бы, да, убрали из названия Сан-Пелегрин, оставили The World Best 15. Прямо, это очень смешная история, что премия называется 50 лучших ресторанов, но при этом ресторан в список стоит из ста. И вот когда начинаешь писать, что ресторан находится во второй полусотне рейтинга лучших 50 ресторанов, особо пытливые читатели замечают, что... На 79-м месте в списке 50-ти лучших ресторанов. Да, и как-то вот это все, вот, иногда бывает очень тяжело. Дело в том, что для многих, как бы, государств, да, вот сейчас вот у нас женщина из Словении, по-моему, да, она распала Анна Рож, как бы, да, то есть, не накажется, что правительство Словении, как бы, да, ну, не напрямую, конечно, да, там дало денег, как бы, собственно говоря, как бы, рейтингу, чтобы продвинуть, так сказать, своего человека, и тем самым, как бы, ну, понимаешь, это все очень... Подожди, как можно дать... А, ну, Анна Рож, ее нет в рейтинге, ей дали звание лучшего шеф-повара мира. Ну, это все, ошибка. Я не знаю, может быть, на это влияют правительственные деньги, потому что на список 50 лучших не влияют. Ну, ну, смотри, несколько недель назад правительство Таиланда инвестировало в гид Мишлен, ну, с суммой эквивалентную 200 миллионов рублей. Каким образом, они... На 5 лет. Чтобы у них появился Мишлен? Да, и у них, собственно, и будет издан, как бы, да, там, гид по Бангкоку, может быть, по всему Таиланду, скорее всего, начнется с Бангкока. Но он перейдет из Таиланда. Ну, для чего, как бы, да? Для чего? Туризм, популяризация, ведь, на самом деле, как бы, вот эта тусовка международных фудей, которые готовы, как бы, лететь сквозь всю планету, как бы, чтобы поесть, как бы, это довольно серьезная, в общем-то, махина. И люди, у которых есть деньги. Ну, конечно, естественно. Это, 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 самая сладкая аудитория. Ну, это Мишлен, а вот для чего нужна ресторанная критика в России, где Мишлена нет? Ну, надо просто, во-первых, делать свое Мишлен, тем мы и занимаемся. Ну, как бы, криво, косо, но делаем потихоньку, как бы. Ну, а я думаю, что для развития. Ну, понимаешь, это же, как бы, ты же, если ты будешь сидеть в башне слоновой кости, как бы, да, там, и думаешь, что ты самый великий, как бы, да, при этом будешь готовить вот такую вот х**, прошу прощения. То никакого развития не будет, туристов не будет. То есть, японцы сюда не будут приезжать толком, не тратить деньги, как бы, как они это любили делать в Калифорнии. Японцы-то не читают инсайдер Москву. Ты же делаешь это для русских, для тех, кто живет в России. Ну, дело в том, что, рано или поздно, мы, конечно, все это будем переводить. Да. Ну, слушай, все степ-бай-степ, как говорится. Здесь роль критика, это такая объективная оценка того, что делает ресторатор и шеф. Ну, да. Чтобы они не зазнавались и... Ну, чтобы они не зазнавались, но просто еще надо иметь некий литературный талант, как бы, да, чтобы это... То-таки ты же критик, он пишет не для ресторатора и не для шефа. Он пишет для того гостя, который пойдет в ресторан и будет тратить там деньги, как бы. Это диалогическое начало, то есть, как бы, КВК. То есть, естественно, как бы, я понимаю прекрасно, что мы сможем стать популярными только в определенной прослойке людей. То есть, у меня нет, как бы, интересов, как бы, нравится студентам. То есть, поэтому, как ты заметил, мы у нас в рейтинге, у нас есть средний чек, да, который ты можешь потратить в ресторане. Это будет очень объективная информация о нем, как бы, да, то есть, ну, мы, как бы, уже не упоминаем стоимость блюд. Вот, концентрируемся на тарелке. Ну, а как, например, относится, есть еще, вот я вспомнил, Борис Критик, например, человек, который хвалится тем, что у него там три чемодана чеков за долгие годы его непрерывной, непрерывной, видательной работы. Ну, смотри, там все происходит все то же самое. У Бориса есть, как бы, некий пул своих поклонников, да, который, как бы, за ним уже идет много-много лет. Ну, вот, и, собственно говоря, как бы, читает и доверяет ему в какой-то степени. Ну, все-таки, вот есть же рестораны Критик, вот Борис Критик есть. Ну, слушай, все-таки Борис Критик, он пишет все-таки не в формате статей, как бы, да, то есть, там, может быть, 20 тысяч знаков. Ну, это похоже чем-то на прозу Джойса в некоторых смыслах. Ну, вот, то есть, все-таки у него свой жанр, он сказал, что он его сам изобрел, как бы, и в нем находится, да, то есть, поэтому, как бы, конечно, нет, у него всех благ ему и удачи. Ну, в принципе, это, действительно, единственный человек, который, как бы, то есть... И первый стал, первый, кто стал анонимным Критиком. Все как-то примерно представляют, как выглядит Борис Критик, но... Я вам, кстати, не представляю. Вот, видишь? Ну, слушай, Борис Критик работает... Невидимый, невидимый человек. Борис Критик, все-таки, да, мы с ним работаем в разных форматах, совсем, как бы, то есть, я, как бы, делаю проект гораздо больше, да, то есть, злее и масштабнее. Борис, в случае, увлеченный, так сказать, ресторанный человек, вот, таких, конечно, должно быть много. Окей, а тогда почему ты решил сделать анонимный проект? Там... Ты же ровнялся на Мишлен, да, никто не должен знать, кто тебя оценивает? В идеале, да, но, ты знаешь, пришел еще к тому, что, как бы, одному было скучно писать, и просто, это же и группа людей, да, которая динамична, она меняется, приходят люди, уходят люди, да, то есть, там уже много уже народу. Слушай, ну, на данный момент через нашу группу 15 человек, примерно. Кто эти люди? Слушай, ты знаешь, ну, как правило, евреи, как бы, мои друзья, вот, ничего необычного, то есть, отличить их очень тяжело, как бы. Да? Чем они занимаются? Слушай, все по-разному, как бы, да, там, банкиры, как бы, застройщики, архитекторы, как бы, да, то есть, ну, на самом деле, все те, как бы, там, был же вокруг меня всегда некий круг вот этих фудик, как бы, да, сумасшедших, вот, которые мне, как бы, что-то рассказывали постоянно, я им, ну, просто, вместе этим заниматься интереснее, как бы, да, то есть, как бы, на самом деле, картинка будет объективней, потому что, если все начну тупо писать я, как бы, ты понимаешь, чем это все закончится. Да? Ну, и можно хотя бы одно имя из этих людей? А, ну, ты? Да, ну, я даже вынужден признаться, да, что я тоже занимаюсь, да. Вот, помнишь, ну, слушай, помнишь, тебя же записали в инсайдеры, куда-то тебя то ли не пустили, как бы, то ли, где это было-то? Ой, даже как-то, у меня все прошло, да, мне на мне подошли. Нет, ты пришел ко мне на мне вор и сказал, что у меня, что-то мне там сделали, просто, вот я, где это было-то? А это вот место Дана Мирона, как он назывался-то? Холли Фокс? Да. Что меня, как будто бы, не будут пускать в Холли Фокс, потому что я инсайдер и что-то там, а я, во-первых, не был. На тот момент, кстати, не был, но ты как раз тогда пришел ко мне на мне вор и видел. Я в Рэд Фоксе не был. Да, я понимаю, но ты пришел ко мне на мой раз. Да, пришел, Холли Фокс. Холли Фокс, да, но ты пришел ко мне на мой раз и сказал, Михну, вот такое дело, говорю, ну, Рома, видимо, пора. Давай тогда что уже? Ну, в общем, да, я признаюсь, я тоже писал рецензии для инсайдера Москвы, может, еще буду писать. Другой вопрос. Почему ты отказался в некоторой степени от анонимности, потому что все знают, что инсайдер – это ты? Ну, дело в том, что проект надо развивать, должен зарабатывать деньги, должен их приносить. А чтобы это все происходило, надо кричать о себе на всех углах. Поэтому я решил себя дезавуировать как главного редактора, но, в принципе, принципы-то не изменились. То есть, как инспекторов, как никто не знает, так и не знает. Это, кстати, единственная информация, которой нет ни в каком, ни в аналоговом, ни в цифровом виде, а то есть только в моей голове. То есть, никакого тайного досье, списка у нас, даже на моем ноутбуке ты не найдешь. Ну, с недавнего времени на сайте инсайдер Москвы стали появляться еще и гастрономические заметки и авторские лицензии. В том числе пишут Евгений Гешковец, Максим Семиляк, Татьяна Никитична Толстая, Геннадий Юзюфавич. Да, Геннадий Юзюфавич. А это почему появилось? Дело в том, что в какой-то момент я понял, что мне надо учиться писать. Я подумал, что есть такой принцип. Нанимательную работу, самых дорогих, самых лучших, которые гораздо сильнее, быстрее и хитрее, чем ты. И, собственно, сначала появилась Карина Добротворская, которая для нас... Сейчас у нас скоро выйдет еще одна ее статья. Просто наняв таких людей, я вдруг понял, что самому надо писать гораздо лучше. Требовать от себя же больше. Ну и просто я решил инвестировать в контент. Он же никуда не денется, он всегда останется на сайте. Ну и сам ты понимаешь, что рецензии Татьяны Никитичны и Толстой это, в принципе, даже не рецензии, корейно-чеховские рассказы, которые мы, кстати, собираемся издавать в бумажном виде. То есть сейчас поднакопим материальчика и уже дадим джазу. Вот я помню историю в Фейсбуке, когда после выхода рецензии на ресторан... Как же он назывался-то? «I like» что? Или «I like» гриль? «I like» гриль, да. «I like» гриль на Михаила обрушился со всей силой своей ненависти. Ресторатор, как его зовут-то? Владимир Перельман. Ресторатор Владимир Перельман и пообещал, что он тебе сделать пообещал? «Набить морду». «Набить морду», то есть дать по лбу как. «Ну да». «Часто ли бывает такая реакция?» «Да нет, не особо. Хотя народ, конечно, у нас злится периодически. Как это проявляется? Они пишут тебе в личные сообщения на Фейсбуке, СМС-ки или что-то?» «Нет, ну да. На самом деле, пару раз звонили, пообещали сломать ноги. Я не успел даже...» «Почему ноги?» «Да вот не понимаю. Они перестают ходить по ресторанам. «Да». «Звонят прямо, да? А тебе ноги переломают». «Ну, примерно так и было, пообещали». «Объясняют причину, нет?» «Нет, мне всегда как раз было бы интересно послушать раньше». «За что, они говорят? Сам все знаешь, да? Так или как?» «Да нет, просто пару раз звонили бы, угрозовали, бросали трубки». «Мы какие-то противоречащие друг другу действия. Звонили бы, звонить и бросать трубку». «Ну, я вообще уже многим вещам не удивляюсь уже очень давно. «Ты намеренно же накаляешь градусы скандалов, нет?» «Слушай, ну ты знаешь же, иногда просто приходится есть такую х**, что после этого, там даже накалять ничего не надо. «Но никакой интенции, может быть, смягчить, а потом думаешь, да ну и…» «Слушай, вот сейчас пошли уверения, то есть сейчас пошли претензии обратные. «Да». «На последние 4-5 претензий, что лижете, оскорбляют всякие недалекие деятели ресторанной индустрии». «Продались наконец». «Продались наконец-то». «На платье у Тетюнкова». «Да, ходят слухи, что то, значит, мы секретный проект у Тетюнкова, то мы секретный проект у Зарькова». «Я уже даже как-то писал, что типа, ну может быть, уже пора, так сказать, бабки заносить в контору, это секретный проект, почему мы не видим с этого ни хрена». «Да нет, слушай, мне кажется, что рестораны все-таки должны быть заинтересованы в том, чтобы у них появилось хоть какое-то объективное зеркало». «Ну, честно говоря, поэтому до этого, кажется, еще не все доросли». «Что такое бизнес-модель инсайдера?» «Бизнес-модель мы еще проставим, мы через какое-то время, поскольку все-таки аудитория нашего сайта, приложение, оно неуклонно растет, вот, хорошими такими темпами». «Так». «Вот, соответственно, мы уже притом обгоняем, как бы, многие, как бы, сайты, которые уже были на этой территории, типа, меню.ру, как бы, ресторан. То есть мы их уже по посещаемости, конечно, перекрыли давно. То есть мы, как бы, будем, собственно, давать рекламу, совершенно спокойно. «Приложения» или на сайте? «На сайте в приложении, в огромной версии, как бы, да. И, соответственно, как бы, мы будем делать гастрономические фестивали, вот сейчас вот, 21 мая мы будем делать фестиваль «Мамонт Мишн», который пройдет по 8 городам России, как бы, да, там, мы, в общем, делаем…» «Что все-таки будет по городам России? Ты мне говорил, что это повара приедут в Москву?» «И приедут в Москву, 8 поваров, как бы, и мы поедем, собственно говоря, по регионам, как бы, ваш, так сказать, предводитель Алексей Зимин тоже участвует в проекте. Вот, собственно говоря, как бы, потом осенью я хочу делать праздник, посвященный российскому вину, терруара России. И через несколько недель мы поедем, полетим в Крым, снимать, как бы, для виноделов ролики. Вот, и делаем. Ну, то есть, как бы, подлоценные, как бы, серьезные оффлайн-проекты в сочетании с онлайн, как бы, да, там, которые завязаны на гастрономии. Ну, в принципе, так живут и работают все. Да, круто. Ресторанные гиды, как бы, ну, как и любая, как бы, медиа. То есть, то, что монетизация вполне понятная, как бы, там, честная, открытая, как бы. То есть, те деньги, которые мы зарабатываем, как бы, на организации ивентов, как бы, мы, соответственно, просто инвестируем в себя, ну, то есть, в чеки. А есть нам надо постоянно, как ты понимаешь. Вот регионы, я к регионам еще дойду, до регионов. А как бы ты оценил сейчас современный ресторанный уровень Москвы? Ну, конечно, очень хорошо. Много ли хороших ресторанов? Ну, на самом деле, как бы, то есть, вот, ко мне приедет в апреле такой очень крутой международный фуде, Павел Мовник. Международный фуд. Да, 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 нет, познакомился случайно с сумасшедшим человеком. Тоже ест, 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 ест. Катается по всему миру, знаком со всеми мишленовскими тройками Парижа и лично со всеми поварами. Сейчас вот стажировался у Яника Алино. Он еще и повар. Ну, пытается, да, то есть, ну, такой, как бы, увлеченный знаток, как бы, да. То есть, вот он приедет, ну, я пригласил бы в Москву, ну, чтобы, как бы, все это посмотрел. Ты знаешь, я думаю, в течение недели нам скучно не будет. Ага. В принципе, в Москве, как бы, есть, там, 10-15 там, ресторанов, которые, как бы, уже абсолютно на европейском уровне. Даже, может быть, выше, как бы, выше европейского. Ну, назови-ка эти рестораны, которые выше европейского уровня. Слушай, ну... Среднеевропейского уровня, как сказать, да? Ну, вот, вот, над вами сидит прекрасный, я в России мост, да, там, французский. Над вами сидит прекрасный ресторан большой, как бы, да, с классической русской кухней. Ну, ладно, куда ты поведешь вот этого международного фудия? Слушай, ну, первым делом, я его, наверное, как бы, поведу в царскую охоту, показать, так сказать, вот то, чего хотел бы увидеть наверняка, как бы. Ну, мы его потащили, конечно же, «Белый кролик», ну, поскольку это, все-таки, самый наш... Самый международно признанный. Да, конечно, он захочет его посмотреть. Потом, я думаю, из «White Rabbit Family» обязательно сводим еще в селфи. Потому что, все-таки, кухня селфи отличается от кухни. Да, конечно, конечно. То есть, она, как бы, тоже довольно интересная. Вот, ну, а дальше что? Дальше я повел бы в греческий «Малу Вауэ», который тоже, в общем, совершенно замечательное свойство. «Москва Дели» – индийский ресторан. Пошатались бы по «Патрикам», я думаю, «Луиджи Мани», «Пинч» обязательно в этом списке бы попал, как бы, да, там. Да нет, ну, в общем... Почему я не слышу слов «уголёк о северяне»? А, ну, слушай, ну, хорошо, потом обязательно в «Северяне», хорошо, обязательно. Да, в «Северяне». Ну, это уж под финал, так сказать, да, там. А вот это вот печь наша, значит, и картошка там, все. Ты понимаешь, в «Северянах» очень водка дорогая. А это немаловажный фактор? Это очень немаловажный фактор, поскольку это сейчас какие-то жуткие расходы. Внутри ресторанного гида уходят именно на водку. Вот для вас-то расходы, а для ресторана – доходы. Ну, знаете, как-то мы с моим коллегой Максимом Семилюковым зашли выпить, водочки в «Северяне». Так. И очень удивлялись, так сказать, счету, который потом получили. Какой же он был? 12 тысяч. Это за сколько? Ну, за литр. Ничего себе цены. Да. Мама дорогая. Ну, ты же платил Максим. Хорошо живут главные редакторы журналов о мужском здоровье. Санкт-Петербург. Каков? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Обязательно бы начал с ресторана «Lago di Cini», мой любимый итальянский флагман. Потом, наверное, это был бы «Жером», «Арама Мцаканова». Потом, я думаю, что, конечно же, к «Димми Блиноу» в «Тартар Бар» и «Гастробар Дуо». Ну, а потом к «Матильде» в «Кококо». То есть, всего пять? Ну, это ровно эти пять, которых я был вчера. То есть, в Петербурге похуже? Ты знаешь, я честно тебе скажу, мне очень нравится Санкт-Петербург, но, на самом деле, это очень сильно отличается от Москвы, потому что там ресторанов, на самом деле, даже фактически больше, особенно в центре. Да, да, конечно. Потому что есть туристический трафик, который позволяет Петербургу, как бы, то есть, ну, и Питер устроен по-другому. То есть, там другая планировка зданий, как бы, то есть, все первые этажи были запланированы, потом щепит еще при царе, как бы. Да, да. А то есть, в Москве все страдают только от одного, как бы, от нехватки, собственно, так сказать, фонда жилищного. Да, да. И рестораторы бьются за каждый колочок внутри, как бы, бульварного кольца. Соответственно, о чем мы говорили? Об уровне ресторанов Петербурга. Саней с Москвой. В среднем ситуация довольно плачевная. Потому что, на самом деле, действительно, есть десять каких-то вменяемых, как бы, сильных ресторанов. Так. И еще сорок тысяч уже никаких. А в Москве получше? А почему так? Здесь денег больше? Я думаю, да. Слушай, ну, все-таки рестораны, это же коммерческое мероприятие, как бы, да. То есть, поэтому, вот здесь вот у нас над тобой сколько, на одном пятачке, десять дорогущих ресторанов. То есть, ну, вот так вот. У кафе и прочее. Но в Питере такая ситуация, как бы, маловозможна, да. Потому что, все-таки, как бы, денег гораздо меньше. Да. И людей меньше. А что с регионами? С регионами, на самом деле, все очень хорошо. Меня даже интересует не как бы нынешняя ситуация, а вот как бы сравнительная, диахроническая. То есть, что было там года три назад? Мне стало очень интересно ездить. Ага. Потому что сейчас, как бы, то есть, если пять лет назад, ну, были, были, были единицы. Ну, типа, нашего любимого ресторана Пупенхаус в Новосибирске, как бы, да. То есть, там, гастромического театра. То есть, все это держалось на каких-то местных, как бы, самородках. Энтузиасты, да. Как правило, да. Я не знаю, слово непереназначенное. Почему? Гастро-энтузиасты. Ну, я не знаю. Нет, я не говорил слово гастро-энтузиасты. Энтузиасты. Энтузиасты своего тела. Да, это да. У них он в честь энтузиастов в шоссе в Москве назван? Да. Говорят, по нему гнали заключенных. А именно поэтому так и названо. Это в честь заключенных, которые гнали по Владимирской дороге. Так. Ну, вот Новосибирск. Хорошо. А сейчас? Куда тебе интересный ездить? Екатеринбург обязательно. Так. Почему? Ну, в Екатеринбурге есть, так сказать, ряд ресторанных группировок, вполне себе профессиональных, уже больших, как бы, которые инвестируют в себя достаточно, как бы, в поваров и мастер-классы, как бы, чтобы просто выдавать уже продукт гораздо более, так сказать, не среднероссийский. А потом, очень мне понравился Хабаровск и Владивосток. Да ладно? Даже в Хабаровске. Хабаровск? В Хабаровске есть несколько прекрасных ресторанов. Например, это всегда Мускатный Кит. Вполне себе, поверьте, замечательную стечку. Вот сейчас вот у них есть ресторан под названием Эхо. Кстати, сделано на очень хорошем уровне. Да. Дизайнер из Владивостока. Так. Вот я там был. Сейчас там кухню помогает ставить Георгий Троян из Северя. Нормально. То есть, да. То есть, там возникает просто такого рода кухня? Ну, даже в Хабаровске провели гастроли Анатолия Кума несколько лет назад. Это я читал. Поэтому, по его словам, мы еще умудрились на этом заработать. Вот. Прилетели ребята из Владивостока. По его словам. Хорошо. Хорошо. Что у нас еще? У нас хорошо, как бы, юг России, как бы, потихонечку развивается винодельческие его регионы, как бы. То есть, я был сейчас недавно в Абрау-Дюрсо. На сайте российских виноделов. Заехал в долину Левкадию. Ты, наверное, был, ты знаешь, Марк и Лев еще у нас есть. Лаковорский такой ресторанчик. Я, а Марк и Лев, я скажу так, либо хорошо, либо ничего, я выберу второй вариант. Соглашусь. Ну, что, значит, в регионах появляются хорошие места. Значит, появляется спрос на эти места. Нельзя говорить, да, там, что у нас все плохо, у нас все плохо. Если говорить все плохо и ничего не делать, то это и будет все плохо. Вот это как раз и моя подготовка. Потому что мы как раз собираемся очень сильно во всех этих регионах людям помогать. Делать для них что-то. Ну, за их же счет, естественно. Устраивать им всякие праздники. Привозить, может быть, каких-то звезд. Вот прекрасный пример. Ты же недавно летал в Сочи. Да, прекрасный фестиваль. Ты же и в Сочи, и не в Москве, а именно там. И толпы людей, которые приехали из Краснодара, из Ростова, были безумно довольны. О чем это говорит? Народа же было много. Значит, интерес есть, есть. Давайте работать. Жалко, что не попал на икру. Не то, что меня там очень кто-то сильно хотел выжить, безусловно. Но вот Гена мне все рассказал. Гене есть с чем сравнить. Гена был во всех крутых кусок. Геннадий Языфович. Так что сказал, что очень даже... Хорошо. Вернемся вот к тем, значит, к Полбе. Как вообще относятся рестораторы к проекту Инсайдер? А знаешь, я ведь никогда не спрашивал. Слухи-то не передают разве? Ты знаешь, я стараюсь на это просто не обращать никакого внимания. У меня задачи нет, задачи понравиться рестораторам. Задача понравиться читателям. Да. А вот как к тебе относятся? По слухам. Я думаю, как к говну. Да? То есть, лучше бы проекта Инсайдер Москва все-таки не было бы по их. Или как? Ты знаешь, пока как бы... Пока ты жив еще, да? Да, пока я жив. А во-вторых, пока как бы... Как сказать... Пока еще никто не подошел, не сказал, Миха, ты знаешь, ты такое делаешь важное дело. Как бы, да? Прямо молодец. Даже Тетенков? Даже он. Даже он, да? Ничего не говорил? С господином Тетенковым я же был знаком задолго до Инсайдера. Да и со многими поварами я общаюсь как бы. То есть, могу взять себя сейчас. Кому хочешь позвонить, если мне что-то понадобится. Ну, потому что, в общем-то, моя задача критика, как бы, да, там... Какой-то, совершать какой-то баланс. Да, то есть... Но иногда бывает, кстати, очень тяжело, допустим, да, кого-то критиковать, поскольку ты с человеком как бы знаком, выпивал. И что ты делаешь тогда в этом случае? Поручаешь это кому-нибудь другому? Да. Собственно говоря, как бы... Ну, как бы, конечно, он на меня обидится, безусловно, как бы, некоторые со мной уже не разговаривают там. В течение... А раньше разговаривали? Был дело, да. Ну, можно же поругаться с человеком. Ничего страшного. Но я как-то философски к этому отношусь, как бы, да. Разберемся. А можно еще воды? Что такое хороший ресторанный критик? Мы как-то даже уже определили немножко. Давай его сфокусируем. Хороший ресторанный критик – тот, кто умеет хорошо писать. Это самое главное. Ну, он может хорошо писать, но совершенно не разбираться в еде. Ты понимаешь, чтобы разобраться в еде глобально, еда, она не бесконечна. То есть, список того, что мы с тобой едим, ну, тебе ли не знать. Сейчас он не бесконечен, конечно, да. А так-то вполне себе, это не охватное море-то, нет? Ну, как сказать, ну, ты же разобрался. Ну, значит, хорошо писать, еще разбираться в еде. Хорошо писать и много ездить по миру. Смотреть, как бы, на технике, как бы, да, и понимать, что, откуда, куда идет. Понимаешь, да? Потому что без этого, собственно говоря, как бы... Это кругозор. Кругозор. Мы называем это насмотренность и напробованность. Вот это вот дело. Ну, и постоянно жрать. Ну, да. И отличать хорошую еду от плохой. Ну, хорошую еду от плохой. Отличит, в принципе, любой человек. У меня же специальных, как бы, какого-то скилл. Ну, если тебе, как бы, не понравился кусок козлятина, значит, как бы, он, скорее всего, как бы, не понравится всем. Ну, или так скажем. Отличать хорошо приготовленную еду от плохо приготовленной, от плохо сделанной? Ну, давай можем остановиться. Да? Вот так вот. Ну, на самом деле, как бы, все равно, как бы... А для этого нужна насмотренность, напробованность. Ну, и просто, как бы, знаешь, какая-то страсть, как бы, к своему делу. То есть, должны искренне этим интересоваться. Ну, по сути, жить этим, как бы. Ну, не знаю. Ты видел, не знаю, какого-нибудь кинорежиссера, не заинтересованного в собственной профессии? Такое чувство, что таких людей очень много. Ну, хорошо, ладно. Это, да. Это, да. Ну, я понял, что такое сказать. Да. Увлеченность. Увлеченность. Человек должен есть с удовольствием. Хоть иногда это даже опасно для здоровья. Много раз ты в ресторанах отравлялся? Серьезно, только один. Где? А вот не скажу. Это чей такой ресторан, не скажу? На ушко. Мы запикаем. Не, не скажу. Вот так вот. Это известный ресторан? Это известный ресторан. Московский. Московский. И дорогой, все хорошо. На нашей улице. Нет, не на вашей. Спасибо. Недалеко отсюда. Но не буду говорить, потому что, как бы, на самом деле, везде происходят какие-то у ресторанов постоянные осечки. Косяки. Ну, полно, как бы, да. Но, понимаешь, это же не повод, как бы, ресторан большой, как бы, ругать, если сегодня вот именно с Козлятиной кому-то не повезло. Согласен. А еще, ну так вот, это серьезно. А так вообще? Да так раз. Безопасно есть, да? Или нет? Так раз в неделю проносят, бывает, знаешь, как следует. Я отношусь к этому как к части удовольствия. Вот так вот. А по-другому не так. Как-то, так говорится, да. Значит, расслабиться и получать удовольствие. Да. Я еще обратил внимание, что в последнее время в инсайдере прям такая, очень такая важная тема. Когда описываются винные карты ресторана, обязательно оценивается, есть ли там российские вина и оценивается... Да. Слушай, это... Это... Это почему? Это потому, что... Неважно какая она. Нет. Слушай, ну я на самом деле могу сказать, что вот в этом году я распробовал все-таки... Ну в прошлом году распробовал российские вина. Да. Ну и не только... Слушай, там их жил и накшен очень много. Но на этом... На саммите. Да. На саммите. Ну я и до саммита, собственно говоря, всегда смотрел, что у нас есть. И, понимаешь, уже я вижу, что появился предмет для обсуждения. То есть, если 10 лет назад, как бы, то есть, ну, понятное дело, что даже не о чем было говорить. То есть, сейчас процесс двинулся, как бы, полным ходом идет освоение всех этих регионов, как бы. Ну, уровень семилье у нас, как бы, вырос довольно сильно, да. То есть, они уже вполне могут за себя постоять на международной арене. Ну и самое главное, что вин хорошие. То есть, они мне самому очень понравились. Ну, почему бы не двигать российские вины, собственно говоря, в России, собственно говоря. Мы хотим делать специальные, как бы, праздники. Будет называться Теруара России. Будем собирать в Москве всех виноделов, как бы, да, там, и знакомить, собственно, потребителя с вином напрямую. То есть, ты считаешь, что в хорошем российском ресторане обязательно должны быть в карте российские вина? Обязательно. Ну, я бы тоже согласен, конечно, и жаль, что это не происходит. Ну, просто, вот, допустим, вот в Италии, когда ты приезжаешь, какое в основном вино в карте будет? Ну, это понятно, какое? Там вина-то больше. Хорошо, да. На воронцию. Ну, просто везде, как бы, виноделы борются за себя. Почему мы не должны бороться за своих, как бы, да? То есть, несмотря на то, что они половину еще ходят в бобровых шапках, но... Да, мы на это всегда обращаем внимание. Ну, а обращаешь ли это внимание тогда на использование каких-то локальных интересных продуктов? Ну, знаешь бы, среди своего случая, в хороших ресторанах, это, в общем-то, стандарт де-факто. Ну, да. На самом деле, как бы, я не люблю тех, кто въезжит постоянно на своем локоворстве, как бы, да. И говорит, что вот у меня... Смотрите, какой я мох на насобирал. Ну, ладно, мох на насобирал. Ну, с ним сам хоп, как бы. Это, ладно, как бы, да, то есть... Смотрите, какие у меня там, я не знаю, камыши. Ну, просто... Уродились. Нет, ну, вот есть вот ресторан, допустим, в Екатеринбурге, ресторан Троекуров, где повар лично, даже в воду, откуда-то там, где специально скважина таскается. Эх, если бы я знал, я бы пошел бы. Ну, мне рассказывали про него, но я не знал, что там серьезно так все. Мы с тобой съездим. Хорошо. Вот как раз поедем, поедем с тобой в Екатеринбург. Точно. Хорошая идея. Так что, в общем-то, это я не люблю визгов про локоворство, потому что, в общем-то, на самом деле, очень хорошо мне понравился Реджис Тригель, да, наш, значит, обрусевший француз. Реджис Тригель? Да. Угу. Который, в общем, в интервью сказал, да, слушайте, какие локоворческие продукты. Вот все на Фудсити покупаю, как бы, совершенно спокойно и доволен. Ты же был, наверное, в Фудсити? Да, да, прекрасное место. То есть, ну, слушайте, о чем мы говорим, как бы, да, то есть там, ну, и притом... Там полно с этих странных интересных продуктов. Да, да. Чеченский квас, например. Страшно представить. Ну, ну, а что, с продуктами, в принципе, конечно, ситуация не очень хорошая. Глобально, да, хорошее стоит дорого. Ценник ресторана нужно поддерживать определенный, поэтому они не могут позволить себе покупать помидоры по 1000 рублей за килограмм. Ну, а вот, допустим, ресторан пьется Италияна может. Поэтому, как бы, салат из помидоров там, это, в общем-то, вкусное жертвоприношение фактически. Это же нонсенс. Да, и в этом нонсенсе мы живем. Скажи, пожалуйста, вот вообще твой фокус, твое зрение, оно охватывает рестораны такого определенного уровня или как, или что? Читара. Как ты вот сходишь в Читару ради удовольствия? Слушай, ну, ради удовольствия... Или они, как бы, ниже радара? Ну, слушай, я в курсе, что все эти места существуют, как бы, да, то есть там, и у нас же есть, собственно говоря, панкавказская специальная ячейка. Вот, ну-ка, они просто, как правило, как бы, с гастрономической точки зрения, они довольно скучные, да, потому что, ну, что там будет Хачин, да, Лагман, да... Ну, может быть, Лагман, там, может быть, Дагихинкари. Такие места у нас отмечены. У нас, помнишь, было дайжест армянских ресторанов. Да, да, да. Вот, собственно, по-моему, ты помнишь, что я даже писал рецензию на Зафирана, который... Я не буду это комментировать. А, она не опубликована? Да. Да, я написал рецензию на ресторан Зафирана, да. Да, было дело, надо его поднять со мной. Ну, я не напечатаю, да. Чуть-чуть забыли про него. Ну, то есть тебе не важно, тебе, ну, как сказать, тебе важно, чтобы было не только вкусно, но еще и интересно. Ну, понимаешь, что ресторан в Москве, в России, в частности, это все-таки не только как бы про еду, но и про выгулить новую сумку. Побыть, так сказать, в социуме, как бы, это все-таки есть какой-то элемент, как бы, тусовки, да, то есть... А в читари так просто не выгулишь новую сумку? Ну... Как-то, да. Не оценили. Кто, 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 кто. Не оценили, да. Должны же прийти какие-то валютные, чтобы эффект был. Угу. Ну... Эффект. Как ты относишься к тому, что ресторанная критика открывает рестораны? Вот. Такой вопрос хотел задать Мали. Ну, понимаешь, прецедентов-то, по сути, не было. Ну, как это не было? Светлана Кисаян, Алексей Зимин, Александр Ильин. Ну, с Александром Ильином обсуждать мы не будем, да, закончилось слишком быстро. По-моему, там есть какое-то продолжение темы. Мне рассказывали. Продолжение там будет одно, я возьму вывеску обратной тяги и повешу себя в офисе. Нет, я думаю, что там... Мне говорили, что проект будет иметь продолжение. Бог в помощь. Ну, хорошо. Бог в помощь. Ну, вот же, говорю, Станк, Саян, Алексей Зимин. Слушай, ну, на самом деле, успешных историй, в вашем счете, как все эти истории, как бы, они... Ну, я такой, светильная история, она там тихо живет в Шанти, Green или что-то в этом. Ну, там в Шанти, а потом еще была, она как-то участвовала, как-то забыл. Ну, согласись, Nothing Special, как бы, да, то есть это не какие-то... Ну, да? Ну, а Рагу? Да, Рагу, безусловно, наделал много шума, как бы, да, то есть у него все-таки в итоге закрылся. Да, то есть, поэтому, как бы, о какой-то тенденции говорить, как бы... Ну, то есть ты никогда в жизни? Нет. Упаси Господь. Никаких амбиций таких нет? Нет, нет. Ну, и последний наш вопрос. Куда ты, Миша, ходишь не по работе, а вот просто? Или у тебя нет уже такого разделения? Я расскажу тебе. Куда ты ходишь чаще всего просто вот там? Честно? Да. Ну, в Слободской есть рынок общепит, Шук. Да-да-да, слышал. Вот, израильский стрит-фуд. Ты там часто бываешь? Да. Даже вижу какие-то знаки, да, там очень хорошо. Но, при этом, как бы, в рейтинге ее у нас, как бы, нет. Потому что, все-таки, как бы, небольшое... Туда не ходят сумки выгаривать? Да. Ну, хотя, у меня там есть симпатичные студентки РГГУ. Коммунитарное образование сидело? Да. Ясно. А еще, вот, кроме рынка общепита, куда? Слушай, да дома будешь сидел бы с книжкой, как бы, да, там. Если как только выдается свободная минута, посещаю ее чтению, как бы, там. Или по стрельбе из пистолета. Это был у меня, ну, по своим шкафам, как бы, да. Не, вообще езжу стрелковый клуб объект. Угу. Так сказать, знаешь, стреляешь, как бы, из берет и пульта 400, и так полегче становится сразу жить. Итак, у нас сегодня в гостях был едок, стрелок. Самый известный в России анонимный ресторанный критик. Основатель проекта «Инсайдер Москву». Михаил Лопатин. И мы говорим вам... Приятного аппетита. Пока. Спасибо вам. Давай. Стоп. Норм. Ром, держи. Роматором. Редактор с sounds.